В последние годы снова возобновилась дискуссия о технике бега и вытащили старую теорию Гордона Пири о том, что для того, чтобы бегать без травм, надо бежать исключительно с носка, практически не используя пятку. Он полемизировал еще в далекие 70-е годы с развивающей тенденцией новых кроссовок, новых видов беговой обуви с толстой пяткой. Именно тогда посчитали, что все-таки лучше бежать с пятки, это менее травмоопасно и делать такой легкий перекат. Гордон Пири считал, что надо бежать легко, практически только мелкими-мелкими шажочками и практически не использовать пятку. Что я могу сказать по этому поводу? Моя точка зрения такова, что истинно, как всегда, лежит где-то посередине. И самое главное, что все мы индивидуально. Индивидуальная наша биомеханика. Даже если мы все бы находились в идеальной форме, не было излишнего веса, не было никаких травм опорно-двигательного аппарата, то и то для каждого есть своя оптимальная техника. И это сильно зависит от наличия или отсутствия плоскостопия, от формы стопы, высокий свод или низкий свод, от постановки ноги, пронация, супинация и прочее. Но, к тому же, подавляющее большинство бегунов на планете Земля, я имею в виду бегунов всех уровней, обладают излишним весом. То есть, рост весовой коэффициент не близок к минусу 20, а превышает, может, даже плюс 10. И поэтому тут надо бежать очень аккуратно. На мой, с моей точки зрения, что вот именно техника бежать на высокой стопе, не опускаясь на пятку, ведет к перегрузке мышц, голени. И отсюда идет болезнь и воспаление ахиллова сухожилия. Не зря это так называется, ахиллова сухожилия. Это ахиллесовая пята вообще человека, но у бегунов уж совершенно точно. Поэтому лучше, знаете, либо с пятки, но, может быть, не с такой активной пятки, а так пониже, но как можно ближе все-таки к серединной части стопы. И потом потихонечку опускаться на пяточку. И это уже все будет зависеть от силы ваших ног и от возможности расслабления мышц голени. Потому что мышц голени мы напрягаем, а потом-то она должна расслабиться. И у многих этого расслабления не происходит. И вот здесь вот и начинается забитие мышц голени, которое ведет к травмам. Поэтому в зависимости от постановки вы можете для себя найти удобную постановку. Не надо стремиться к некой идеальной постановке ноги. А именно то, что для вас удобно, так и для вас комфортно. И все-таки использовать полную амплитуду работы голеностопа. Это относится к любым скоростям. Если вы только, конечно, не бегаете спринт. Хотя я могу сказать, даже среди спринтеров встречаются очень классные атлеты, которые ставят на спринте ногу с пятки и бегут весьма-весьма эффективно. А уж на средних дистанциях такого сплошного ряда. То есть если мы бежим побыстрее, то тут именно еще больший акцент на работу голеностопа. Именно вот это движение ведет вас к эффективному продвижению.